Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что в нашей предыдущей передаче мы с вами остановились на том, что в 1902-1903 годах в России родилось легальное рабочее движение, созданное чиновником особых поручений при Департаменте полиции коренным москвичем Сергеем Васильевичем Зубатовым, который решил именно такими легальными способами переубедить, оторвать рабочих от революционного движения и направить их требования в нужное экономическое русло. В октябре 1902 года сам Зубатов был переведен в Петербург. Это важно. Именно здесь он поэтому и встретился с Гапоном. Здесь Зубатов стал заведующим особого отдела Департамента полиции. Поскольку прибыл он в столицу, то, естественно, смог начать уже реформу всей системы политического сыска империи, ну и более бурно развивать опекаемые полицией легальные профсоюзные организации рабочих. В принципе, это были первые профсоюзы, что уж там говорить. Для того, чтобы заставить идти мирным путем, с мирными требованиями, которые действительно вполне могли иметь место быть, потому что начало капитализма это всегда очень сложный процесс, и кому-то плохо, кому-то хорошо. И вот тут как раз полиция вышла на Гапона в силу таких странных изменений в его личной жизни, о которых мы с вами говорили в предыдущей передаче. Обстоятельства настолько сильно давили на Георгия Гапона, что он вынужден был согласиться на сотрудничество с полицией. Однако смириться с полицейским давлением он, конечно, не мог. Напротив, решил, как он писал потом, ну будем считать, что это правда, во что бы то ни стало вывести создающуюся на его глазах рабочую организацию из-под опеки полиции и подчинить своим целям. И в этом у него оказались неожиданные помощники. Имя этих помощников я вам назвать не могу, но дело в том, что они очень талантливо провели интригу против Сергея Васильевича Зубатова и ликвидировали его, главного врага всех революционеров империи в тот период. Карьера этого удивительно талантливого человека, сыщика, ну по-разному можно называть его Зубатова, рухнула неожиданно в августе 1903 года. Он был уволен с треском, с оскорблениями, с должности заведующего вот этим особым отделом департамента полиции. Официально, ну как пишут во многих там исследованиях, вроде бы многие представители власти, даже в верхних эшелонах, тогда не понимали, что вот революция уже на пороге, считали, что просто есть какие-то отдельные кружки заговорщиков, и нужно просто найти их центр, главарей, арестовать. В общем-то, так мыслил и непосредственный начальник Зубатова, тогдашний министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, которого вы видите на своих экранах. Он мыслил вот так узко и недальновидно, несмотря на то, что даже его предшественник, министр внутренних дел Сипягин, был убит весной 1902 года в ходе террористической вакханалии. Вообще отношения Зубатова с Плеве не сложились сразу в Петербурге, а кроме того, в легальные рабочие организации, зубатовские, созданные на юге России, вот в тот период смогли пробраться очень многие революционеры, они подняли там, спровоцировали совершенно грандиозную стачку. Вот те месяцы даже назвали зубатовской катастрофой. Поэтому, вот имея такое положение дел, и, наверное, получив нагоняй, министр Плеве, которого вы видите сейчас еще на экранах, без объяснения причин вызвал к себе Зубатова, потребовал прекратить все это, как он назвал легальное рабочее движение, и 19 августа 1903 года немедленно приказал Зубатову оставить должность и выехать из Петербурга в 24 часа. «Признаться, сказать», – писал Зубатов в своих воспоминаниях, «после такого объяснения от боли жгучей и от обиды я нескоро нашел скобку у выходной двери». Я-то вообще считаю, что, конечно, это была очень прекрасно проведенная интрига против талантливого человека, потому что одним ударом революционеры лишились не только своего главного врага, но и человека, который возглавлял весь политический сыск в России. Зубатов уехал на свою родину в Москву. На вокзал его пришло провожать очень мало людей. Ну, к сожалению, люди часто бывают трусливые, неблагодарные. Пришло мало, потому что прошел слух, что сочувствующих Зубатову тоже уволят. Кстати, этому человеку, который всю жизнь отдавал работе и родине, в Москве было установлено наружное наблюдение тех самых филеров, наружных агентов, которых, собственно, он создал своими руками. Более того, Зубатову запрещено было являться в охранное отделение, где он работал, встречаться со своими бывшими сотрудниками, а в ноябре 1903 года он даже был выслал под надзор во Владимир, куда вообще-то ссылали государственных преступников, ну так, если не в Кандалах, в Сибирь, то во Владимир, начиная еще со времен Герцена. «Моя служба в буквальном смысле была царская», – писал Зубатов, «а кончилась она такой черной обидой, о какой еще не всякий в своей жизни и слыхал». Вообще, это действительно был такой подарок для революционеров, что трудно не заподожить здесь жестокой и прекрасно разыгранной интриги. Как я уже сказала, главный враг революции был поставлен на колени, оставалось только воспользоваться плодами его труда, то есть теми самыми рабочими организациями, которые Зубатов создал для легальной работы. Нашелся для Зубатова и подходящий преемник, ну почти друг или очень хороший знакомый, с которым они вроде бы ладили, хотя один был в подчинении у другого. Вот тот самый неординарный священник Гапон, о котором мы с вами говорим, да еще он находился и в самой столице. Кстати, именно петербургский зубатовский кружок Гапон, который действительно очень умел ярко и красиво выступать, поэтому газеты того времени нередко печатали такие рисунки, именно зубатовский петербургский кружок рабочих Гапон превратил в многотысячную организацию, вышедшую 9 января с требованиями на улицы города. Хотя тогда большинство рабочих, безусловно, представляло себе шествие именно в зубатовском, на таком мирном смысле, и никак не предполагало, что их действия могут быть перетолкованы, и что прольется кровь. Но в тот день, который вошел в историю как кровавое воскресенье, партийцы всех мастей переиграли всех своих противников, и в первую очередь Зубатова, уже отправленного в ссылку. Зубатов не только не смог довести до конца начатого им дела, но и стал свидетелем превращения своей организации в орудия революции, которым всеми силами старался предупредить. Я думаю, что последние годы его жизни были просто страшными в смысле тяжелых моральных переживаний. Ну, а сотни рабочих демонстрантов, которых вывел Гапон тем январским днем, ждала пуля. Самого Гапона петля в дачном домике, где его удушили. Министра внутренних дел Плеве, который так недальновидно уволил одного из самых лучших своих сотрудников, ждала бомба террориста. Министр был также взорван всего через год после отставки Зубатова 15 июля 1904 года. И казалось бы, вот после этого покушения для 39-летнего Зубатова открылся путь для возвращения на любимую службу. Однако сделать этого он уже не захотел. Видимо, слишком велика была обида. А может быть, он уже даже знал, что в принципе поезд идет под откос и не может он с ним справиться. Ну, хотя, конечно, можно попытаться всегда остановить ход событий. Ну, по крайней мере, Зубатов не вернулся. Он очень хорошо понимал все, что надвигается. Дело в том, что он оставил записки, пусть и сохранившиеся частично. Но я хочу процитировать. Посмотрите, какие интересные мысли. Рабочий класс, писал Зубатов, коллектив такой мощности, каким в качестве боевого средства революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения народ, ни в моменты массово-студенческих волнений. Будучи разъярен социалистической пропагандой и революционной агитацией в направлении уничтожения существующего государственного и общественного строя, коллектив этот, пролетариат, неминуемо может оказаться серьезнейшей угрозой для существующего порядка вещей. Но, к сожалению, таких дальновидных людей, как Зубатов, даже в высших эшелонах власти тогда было еще очень немного. Сам Зубатов только в 1910 году вернулся из Владимира в Москву и поселился в любимом им Замоскворечье. Вот вы сейчас видите уголок старой Москвы, Пятницкую улицу. В общем-то, Замоскворечье это было родиной Зубатова. Происходил он, в общем-то, из такой в прошлом купеческой семьи. Политикой, проживая в этом купеческом районе города, Зубатов больше не занимался, вел частный образ жизни и стал писать вот те самые мемуары, о которых я вам говорила. В феврале 1917 года в результате, как вы знаете, многих обстоятельств, в том числе и непродуманных действий нашего правительства, в России началась новая революция. 2 марта 1917 года отрекся от престола Николая II. А 3 марта в доме на Пятницкой улице, вот предположительно вы сейчас даже видите тот дом, в котором жил Зубатов в тот период. Это правый угол слайда, старая революционная постройка, желтенькая с белым. Вот здесь во время обеда Сергей Васильевич и его родные узнали и об отречении брата царя Михаила, к которому престол должен был перейти по наследству. То есть династия рухнула. Зубатов молча выслушал это сообщение. Ну, кто-то прочитал газету вслух за обедом, вышел в соседнюю комнату и застрелился. Вероятно, только понимание чудовищной пропасти, которая раскрылась перед страной, могла заставить толкнуть православного и, в общем-то, такого крепкого силой духа человека на отчаянный шаг к самоубийству. Но он его совершил. Было Зубатову 53 года. И почти 10 лет из них он провел в бездействии. То есть его убрали от руководства политическим сыском России, надо сказать, в расцвете творческих сил. Вот это самоубийство случилось спустя 15 лет, после того, как осенью 1902 года именно Зубатов привлек к активной работе в рабочих профсоюзах, энергичного, но, как мы уже говорили, с подмоченной репутацией священника Георгия Гапона, привлек, хотя я считал его взгляды на рабочий вопрос, опасной ересью, как говорил сам Зубатов. Надо сказать, что они много и горячо спорили, где-то понимали друг друга, где-то нет. Но, вероятно, Зубатов как-то проникся к Гапону, потому что, уезжая из Петербурга в ссылку во Владимир, в августе 1903 года, именно Гапона Зубатов просил не бросать своих рабочих организаций, и Гапон это обещание выполнил, но выполнил по-своему. И что из этого получилось, в общем-то, должен знать каждый школьник из учебников истории, потому что именно бывшая Зубатовская, потом Гапоновская организация вышла 9 января, произошло кровавое воскресенье, а потом и покатилась, как первая русская революция по всей стране. Вообще-то Гапон действительно провел огромную организационную работу и превратил Зубатовский кружок в многотысячную организацию, которая называлась, вот вы, кстати, видите, такой пропуск или удостоверение, превратил в собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга, ну или просто говоря, собрание Гапона. Вот это была одна из первых массовых легальных рабочих организаций, фактически созданная в 1903 году Гапоном на базе Зубатовской организации и просуществовала собрание Гапона два года, с 1904 по 1906 год, и оставила, несмотря на краткий срок своего существования, неизгладимый след в истории, вообще сыграла, как мы уже сказали не раз, ведущую роль в первой русской революции. К трагическим событиям января 1905 года собрание Гапона, ну или полностью, еще раз повторяю, собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга объединяло около 10 тысяч человек. Я думаю, что самому Зубатову и не снились вот такие огромные размеры. И, собственно, вот в этой уже Гапоновской организации была подготовлена петиция рабочих и жителей Петербурга к царю и было организовано шествие 9 января к Зимнему дворцу. Кстати, начало реформирования такой организации было положено тем, что как только Зубатов уехал, Гапон на одном из первых собраний предложил рабочим освободиться от административной опеки, от своих нянек, то бишь, как он говорил, от полиции. Надо сказать, что предложение это встретило единодушную поддержку. И вот, кстати, можно запомнить, 30 августа 1903 года, то есть почти за полтора года до Кровавого Воскресения, и через 11 дней после отставки Зубатова на Выборгской стороне, на улице Оренбургская, 23, я хочу вам показать вот сейчас остатки этих старых фабрично-заводских зданий, тут до сих пор кто-то работает. Вот здесь, в этом рабочем районе, на Оренбургской улице, была открыта первая чайная клуб, чайная, в которой Гапон стал создавать свое новое общество. Не вникнув в суть дела, 15 февраля 1904 года министр внутренних дел Плеве, который тогда еще был жив, утвердил устав этой новой организации, которая получила название, статус, и им решено было собираться в чайной, которая располагалась между двумя вот этими фабричными зданиями. Так что, если, скажем, ну это такое очень натянутое, конечно, сравнение, скажем, если мюнхенский фашистский путь родился в пивных, то вот у нас первая русская революция родилась в чайной. Надо сказать, что в то время не случайно к этой организации, к собранию русско-фабрично-заводских рабочих, сразу возник очень усиленный интерес во многих кругах социал-демократов Петербурга, и даже к лично Гапону. И особый интерес проявили к этому члены кружка Карелина. Вот, кстати, я хочу вам показать сейчас этого человека. Он был так народник, социал-демократ, ну не большевик, но очень близкий к большевистским течениям человек. Вот он, собственно, возглавлял свой кружок, который считал тогда уже неэффективной подпольно-конспирактивную работу, слишком узкий круг революционеров. И вот члены кружка Карелина, сейчас я вам хочу показать и портрет его жены, верной соратницы, они искали пути для открытой деятельности в больших рабочих массах. И вот они вдруг увидели, что такие массы формируются вокруг Гапона. Как написал Карелин своему знакомому Павлову в письме, письма эти опубликованы, в советское время много публиковалось документов, связанных с Первой русской революцией. «На горизонте рабочего движения, — писал Карелин, — появилось лицо в высшей степени интересное во всех отношениях. В рабочие движения втискивается посторонний элемент. С одной стороны, противный рабочему движению в корне, с другой, могущий сыграть крупную роль. Это священник, и зовут его Георгий Гапон. Держится он таким образом, что разгадать его нет никакой возможности. Говорят, что он в душе революционер, и революционер яростный». Я не знаю, насколько была напускной вот эта таинственность Гапона, но во всяком случае Карелин нашел ключ к душе священника. И осенью 1903 года, буквально через месяц после того, как Зубатов уехал, группа Карелина с Васильевского острова присоединилась к обществу Гапона, которое располагалось на Выборгской стороне, где традиционно были пролетарские районы. Вот интересно, что целью новой реформированной организации, куда уже тайно влились даже подпольщики, цели были на удивление благостные и человеколюбивые. Поскольку от собраний сохранилось довольно много документов, я могу вам процитировать, какие были цели. Послушайте. Возможность разумно и трезво проводить свободное от работы время, распространять просвещение на началах русского национального самосознания, способствовать улучшению условий труда и жизни рабочих, еженедельно собираться для разумного и всестороннего обсуждения нужд рабочих, для организации хора, концертов, семейно-вокальных литературных вечеров, очережда библиотеки, читальни, народные чтения, лекции по общеобразовательным предметам, различные благотворительные коммерческие предприятия, капитал взаимопомощи, похоронную кассу, чайную потребительскую лавку. Ну вот, конечно, все это когда-то придумал Зубатов. Это были чистой воды просветительские и благотворительные цели. Поэтому, конечно, поскольку вот это лежало на поверхности, они плеве, ни его сотрудники вглубь не проникли, они, конечно, зарегистрировали эту организацию с прекрасным уставом. И представителем вот этого собрания фабрично-заводских рабочих на первое же трехлетие сразу был избран Георгий Гапон, который вплоть до 12 января 1905 года, уже будучи в розыске, фактически одновременно был и настоятелем церкви святого благоверного князя Михаила Черниковского при петербургской городской пересыльной тюрьме. То есть вообще-то, значит, Гапон всегда общался или с униженными, каторжными, заключенными, с рабочими. Его в Петербурге знал практически каждый. Так вот, именно этот человек сумел создать такое движение, на которое обратили внимание не только революционеры, но и отцы города, потому что действительно вроде так благостно, все хорошо на фоне тех бомб, каких-то бесконечных взрывов, которые творят террористы в Петербурге. И неудивительно, что уже 11 апреля 1904 года, вот буквально через несколько месяцев после того, как Гапон возглавил собрание, в чайной клубе на выборгской стороне уже присутствовал сам городоначальник Петербурга, которого вы видите на своих экранах, это Фулон Иван Александрович. Вообще, надо сказать, что Фулон Иван Александрович очень часто бывал на собраниях и в этой чайной, и в других местах, очень любил фотографироваться с рабочими, вот вы видите, он стоит прямо рядом с Гапоном, фотографировался на память очень много и просмотрел все, что творили с рабочими, не рабочие, но с рабочими, на его глазах руководители вот этой организации, которая разрасталась буквально как на дрожжах. Дело в том, что под прикрытием всевозможных чайных, библиотек, лекций, танцевальных вечеров, где рабочая молодежь прекрасно заводила самые модные танцы, все это было лишь прикрытием. Как тогда писали участники тех событий, у рабочих была страшная охота заниматься, и чем только они не занимались, кто математикой, кто русским языком, кто иностранными языками, на что они были, я не знаю, писал современник, но занимались и иностранными, занимались и музыкой, и даже гимнастикой. Вот из этого маленького письма я хочу сделать вывод. Посмотрите, во-первых, у рабочих было время и силы заниматься гимнастикой, танцами и иностранными языками, поэтому не надо очень буквально воспринимать такие вещи, как роман Горького мать, когда пришел после 16 часов смены, напился, упал, не встал. Люди ходили, у них были силы, у них было время, они хотели культурного времяпрепровождения, и материально их, видимо, не обременяло это, потому что, кстати, государство, в частности, петербургские власти оказывали финансовую помощь собранию, и Гапон брал эти деньги, и, как написали бы Ильф и Петров, стеснялся, но брал. Потом он очень много отнекивался, почему он брал эти деньги, потому что деньги-то якобы все равно принадлежали рабочим, но в целом для власти на их глазах как бы создавался в Петербурге такой, понимаете, идеальный дом культуры в совокупности с идеальным профсоюзом. Они поют, пляшут, деньги друг другу дают, поскольку была касса взаимопомощи. Все было как бы очень хорошо. И рабочие, кстати, ничего не подозревали, им тоже было хорошо. Кстати, анализируя вот эти и подобные факты, таких вообще-то профсоюзов было довольно много в крупных городах. Невольно приходишь к мысли о том, что вообще неизбежность революции была очень сомнительна. И очень сомнительно о том, что каждый пролетарий о ней мечтал. Так что вот тем временем, надо сказать, что число районных отделов, например, вот даже Петербургского собрания, очень стремительно росло. И к концу 1904 года количество участников только в Петербурге превысило уже 10 тысяч человек. Новый либеральный министр внутренних дел, поскольку плеве взорвали бомбой, Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, который вы видите на своих экранах, видя, что вот так замечательно все идет вроде в русле либерального рабочего движения, в августе 1904 года решил тоже сменить курс более широко и призвал к созданию взаимного доверия между правительством и обществом. Вот этот период получил название «Весны Святополка-Мирского» и ознаменовался очень сильной активизацией общественной жизни России. Как тогда писали, все забросили лекции и стали читать исключительно газеты. Я думаю, что это можно сравнить с нашей перестройкой 90-х годов, когда, например, журнал «Огонек» можно было купить в киоске только в 7 часов утра. Ну, правда, конечно, были и отличия. С осени 1904 года, вот как раз в период либеральной весны Святополка-Мирского, многочисленные представители и интеллигенции тоже очень оживились. И, понимаете, смешно и грустно говорить, но под видом ресторанных банкетов русская интеллигенция стала собираться на собрания, где за хорошим столом, за бутылкой хорошего вина стала выдвигать свои предложения реформ и направлять все это царю. Началась так называемая банкетная кампания. Ну, я думаю, что многие из этих скучающих тогда либералов-интеллигентов наверное, потом с непониманием и с невероятной долей отчаяния вспоминали все, что они делали. Потом, когда страшная гражданская война выгонит их за пределы России, тех, кто уцелел, они будут работать с полотерами, поломойками, няньками, горничными, рабочими на автомобильных заводах, Рено и так далее. Но вообще, конечно, сидеть за столом с бутылкой хорошего вина в ресторане и мечтать о революции – это замечательно. Но революция, правда, это совсем другое дело. И вот, например, оберпрокурор Синода Победоносцев, тот самый, который когда-то помог Гапону поступить в Духовную Академию, мрачно предрекал вслух, что все эти банкеты кончатся, скорее всего, ничем иным, как резнёй на улицах Петербурга, так же, как и в провинции. К сожалению, таких трезво думающих людей было немного. Все были в таком немножко чеховском настроении, все три сестры – в Москву, в Москву, что-то работать, работать. В общем, какая-то бесконечная говорильня. А в это время другие люди, прикрываясь этой говорильней, готовили действительно настоящую страшную кровавую резню. И, кстати, сам Гапон, допустивший в свою организацию кружок Карелина, очень скоро не смог справиться с той оппозицией, которая выросла в недрах этой организации. Хотя я не знаю, насколько сам Гапон имел далеко идущие планы, но, думаю, что выходить на улицу, выходить с каким-то оружием в руках против существующей власти он, конечно, не хотел. Однако, в принципе, это случилось, и о том, как это случилось, мы с вами поговорим уже в нашей следующей передаче. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok